Украинская народная песня Смак на первом канале, доброе утро У нас в гостях сегодня Гости, которые так приятно Приходить прямо после фразы Доброе утро Лариса Вербицкая сегодня, доброе утро Как приятно, дорогая Лариса, что вы сегодня пришли к нам в гости Как приятно, что есть все-таки На неделе утро Когда вы не на рабочем месте А отдыхаете И приятно, что этим отдыхом вы пожертвовали Придя сегодня к нам, спасибо вам На телевидение Что мы сегодня будем готовить с вами, дорогая Лариса? Сегодня мы будем готовить рататуй Вот мне нравится сочетание этих звуков Рататуй Звучит просто как, я не знаю, как песня Ну то есть это французское блюдо, да? Ну Рататуй же это французское блюдо Мы все смотрели Вы не видели этот прекрасный фильм Про маленькую мышку, которая готовила рататуй во Франции? У нас есть чудесный друг Кирилл Шалахин Дворянин, который пронес вот этот рецепт От своих, я не знаю, предков рататуй Вот они его готовят Он готовил его на нашей вполне, так сказать, русской кухне Земной Земной, вполне земной кухне Так, давайте, тогда Я попробую его повторить Мы, друзья, начинаем с рататуя У нас еще будет сюрприз Сладкий, да? Могу я так сказать? Сюрприз Ну да, десерт Будет еще десерт Начнем мы с рататуя Поэтому, Лариса, я вам полностью доверяю Помогайте, говорите, с чего начинаем Значит, нам нужна большая кастрюля, раз Нам нужно... Хватит мне такой кастрюли Она чудесная Раскаляем, да? Раскаляем Значит, на большом огне нам нужно ее раскалять Для чего? Для того, чтобы распалишь Наливаем масло Наливаем масло какое? Оливковое 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 масло Прошу вас Прекрасно Так, что еще? Сколько? Ну... Для чего? Мы будем обжаривать что-то там? Наливайте, сколько не жалко Вы знаете... Давайте не будем наливать масло Так, хорошо Наливаем масло Мы будем обжаривать овощи? Будем обжаривать прямо вот в этой кастрюле. Прекрасно. Так, для того, чтобы их обжаривать, наверное, нужно их уже начинать резать. Мне очень нравится это было тем, что овощи нужно резать достаточно крупно. Так, лук... Лучок? Лучок, сколько нам нужно? Ну, пару луковичек. Пару луковичек. Красные не надо, белые, да, наверное? Давайте белые. Так, как мы их режем? Вы говорите, потому что лук я вам не дам резать, это не женское дело резать лук. Как мы режем с вами лук? Мне проще нарезать, чем я вам объясню. Давайте, я буду повторять за вами. Так. Так. Вот такими вот, да, нарезаем достаточно... Достаточно крупно. Крупно, друзья, потому что это рататуй. И, наверное, масло у нас уже, в принципе... Готово, я думаю, что можно, да? Я думаю, что... Знаете... Готово? Я думаю, что... А, давайте, ничего. Ничего, я не пальчиками... Да, все, масло готово. Прекрасно. И мы на большой, да, напоминаем еще, большая температура должна быть. Да, правильно же я понимаю? Да, да, да. Так, Лариса, что дальше? Так, далее мы подрезаем перец, баклажаны, цукини. Перец, баклажаны, цукини. Давайте выбирайте, что вы будете. Я... Я... Цукини. Давайте, я начинаю перец. Перец мы, соответственно, я так понимаю, будем очищать. Скажите, а как часто удается, дорогая Лариса, вам готовить? Потому что вы занятой человек, вы работаете на телевидении. Это требует большой отдачи и времени, работа. Детей? У меня много. У вас много, но они уже в том возрасте, в котором они могут готовить самостоятельно. Но они любят, когда это делают я. Да? А какое любимое блюдо у ваших детей? Вы детей... Позвольте, я напомню, нашим зрителям зовут Максим, если я не ошибаюсь, Инна. Инна. Это ваша дочь. Я напомню, друзья, что Максим уже... Ну, тут сейчас дальше у нас начинается программа очевидная, невероятная. Значит... Это нужно помешивать. Помешивать, пожалуйста. Я отвлеку вас от дальнейшей информации. Да. Я, если честно, смотрю, когда вот читаю ваше интервью в газетах и в журналах... Чего там только не напишите? Напишут, там масса всего, но мне больше даже волнуют фотографии. Потому что стоит немолодая, молоденькая женщина. И рядом с ней стоят взрослые люди. И написано, мама и дети. Как это можно объяснить? Объясните, я думаю, что вам эти вопросы задаются. Я думаю, что, поскольку у нас программа кулинарная, я думаю, что и в еде тоже кроется секрет вашего фантастического самочувствия и внешнего вида. Есть ли у вас какие-то, дорогая Лариса, специальные... Секреты. Секреты. Потому что нашим зрителям это интересно узнать. Ну, что касается еды, я люблю, знаете, умеренность во всем. То есть вы не переедаете? Я не переедаю, я не люблю жирное. Ну, вот как-то вот все как-то умеренно. Без фанатизма, да? Вот я не впадаю в какие-то крайности диетные. Это не ем, это не ем. Я ем так, ну, понемножку. Ну, у вас есть какие-то любимые продукты? Вот что-то, без чего Лариса Вербицкая не представляет себе меню? Ну, это овощи, конечно. Овощи. Поэтому рататуй. Да. Вот вам ответ. Скажите, помидоры нужно резать? Можно резать, можно не резать. Прям целиком бросать туда? Или не нужно помидор? Нет, ну, можно напополам. А, прям вот так крупно, да? Нет, а это помидор? Видите, у нас есть вот такие разные помидоры. Я предлагаю из разных взять два таких, один такой, да? Это хорошая идея. Давайте, тогда этот я разрежу. Он был красивый. Ну, просто вот этот помидор, это же, ну, это же видно, вот эти, они, эти узбекские, они же сочные, видите, они прям... А это чей? А вот это, это тигровый помидор называется, если я не ошибаюсь. Видите? Они тоже красивые. Очень красивые. И тоже, кстати, обратите внимание, очень сочные. Ну, я бы как-то вот так вот, все-таки на четыре части. На четыре, да? Ну, да. Так, тогда эти я буду резать на шесть, ой, на восемь. А, оливки у нас есть? Оливки? Оливки. Открываем. А вы уж дальше, знаете что, а вы уж дальше решите. А вы хорошо почистили помидоры? Да. Ладно, верю. Может, это вот так? Я-то думал, Лариса, да, обратите внимание, сколько было недоверия в голосе. Сколько вам нужно? Они с косточками? Эти с косточками. Ну, и ничего, ну, и пускай будут с косточками. Скажите, сколько вот этих, и могу столько же. Да, достаточно. Вот так, туда же. Туда же. Прекрасно. А зеленые без косточек. Зеленых без косточек. И зеленых тоже. Ну, они придадут пикантность, кислиночку такую приятную. Естественно, кислиночку еще какую. Так, друзья, я напоминаю, что мы готовим рататуй по рецепту. Напомните нам, пожалуйста. Кирилла Шалахина. Человека, про которого Лариса Лербицкая сказала одно слово. Но это слово является словом самым важным. Дворянин. Во всяком случае, во Франции у них готовят это так. Прекрасно. Так, что еще, что помочь? Чеснок. Сельдерей? Сельдерей, да. Это мы забыли сельдерей. Как много? Я все делаю это на глаз. Ну, так, чтобы было красиво. Так, чтобы было красиво. Людей же должно быть еще красиво, так, да. Согласен с вами. Пахнет очень вкусно. А почему мне с вами курицу? Курица уже должна быть там? Вы знаете, я вообще-то... Мы не положили просто потому, что вы об этом ничего не сказали, Лариса. А мы должны были сделать это сразу после лука. Но я думаю, что это не способ. Абсолютно нет. Значит, что нам нужно сделать с курицей? Ну, нужно ее порезать на мелкие кусочки. Желательно, чтобы это было белое мясо. Давайте грудки. 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 Так. Ну, вообще, это можно сделать из любых частей курицы. Мы сейчас можем сделать это совершенно замечательно. Сейчас мы это сделаем. Просто... Рататуй мясом не испортишь. Это... Я уверен. А, птицей? Как в прочем... А это правда? Подождите, Лариса. Я где-то прочитал, что вы отказались от мяса. Ну, да. Или это так вы просто не злоупотребляете? Вообще, действительно, я не ем мясо. Но иногда, если я позволяю есть... Птицу. Птицу. Я знаю, что хочу предложить вам сделать. Поскольку мы уже забыли... Может быть, ее обжарить? На отдельной сковородке. Мы сейчас это сделаем. И более того, я эту сковородку. С вашего позволения. Сразу вот и поставлю вот сюда. Как чудесная сковородка. Поставлю вот сюда. Оп. А запах-то, запах какой пошел. Мы тем временем наливаем масло на сковородку, на которую мы отдельно будем обжаривать курицу. Слушайте, мне кажется, что... Да? Мне кажется, что да. А не надо ли... Нет, пока обжариваем, да? Пока немножко, да. Сейчас он напустит сок. Еще немножко. Сок уже там. Да, потихонечку сок уже начинает. Так, и вот мы курочку здесь совершенно спокойно. А перец? Перец это все... Это вы мне скажете, когда, но это мы можем в процессе. Я же думаю, что мы потом это будем накрывать крышечкой и оставлять томиться. Ну, конечно. Вот, соответственно. И в это время мы будем делать сюрприз. Вот. Дорогие друзья, констатирую факт. Лариса Вербицкая помешивает куриную грудку, порезанную для того, чтобы ее потом отправить, туда, в Рататуй, в центр Рататуй. Рататуй у нас уже находится в состоянии подготавливаемости. На секунду я вас покину, для того, чтобы объявить рекламу на Первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что пастила, в переводе с польского, означает «молодые люди, белье брать будете?» Виктория Матвеевна, скажите, а после эстафеты банкет будет? «Тим, ну тебе же нельзя, ты же зашился». Есть один способ. Из кинофильма «Секретный фарватер». Дорогие друзья, с Мак на Первом канале у нас в гостях сегодня Лариса Вербицкая, с которой мы готовим дворянский Рататуй по рецепту русско-французский. Кстати, год России во Франции, Франция в России, поэтому блюдо как нельзя, кстати, подходит. Мы поменяли момент рекламы специально сковородки местами, потому что нам нужен больше огонь для курицы. Курица еще чуть-чуть вот пообжаривается, чтобы прям чуть-чуть корочки была. Но здесь у нас уже, по-моему, трогать, наверное, ничего не надо. Мы просто положим курицу, перемешаем, соль, перец. Да, специи. Специи. Кстати, знаете, что Лариса предложила бы вам? Как вы смотрите на то, чтобы немножко и лучку... Порей? Порей. Окей. Как вы скажете? Я думаю, что это будет очень вкусно. Я думаю, что лук порей вот в таком количестве не просто не повредит, а он украсит вот своими вот такими кругляшками. Невероятно украсит наш Рататуй. Вообще, в Рататуй, чем больше овощей, чем они наряднее. Да, чем они наряднее, чем разнообразнее, чем более разнообразнее будет картина в итоге. Так, что еще? Мы берем тимьян. Розмарин. Розмарин. Кинзу. Китрушка. Подождите, это базилик. Базилик нам нужен? Да, нам все нужно. Нам все нужно. А укроп нам нужен? Укроп не помешает. Тогда мы просто берем, что мы говорим, берем все просто, что мы тут устроили. Конечно, понемногу. Ветки мы, да, все будем убирать. Так, дорогая Лариса, что происходит? Курица готова. Курица готова, да, вы думаете? Да, вот. Вот так. И мы эту курицу сейчас будем перекладывать вот сюда, правильно? Что-то подсказывает мне, что вы эти дворянские блюда готовите довольно часто. Нет, вы знаете, к сожалению, не дворянин. Я бы назвал себя быстряком. Спасибо. Так, Ларис, я выкладываю курицу. И теперь мне нужна от вас... Давайте им помогу. Вы знаете что? Да, я как раз хочу перемешать все это, положить зелень и накрыть крышкой. Так, вот, друзья, какой у нас рататуй. Знатный рататуй. Знатный рататуй. А вот сейчас я закрою это крышечкой, чтобы уже это все томилось на небольшом огне. А мы сейчас как раз перейдем к нарезке немножко петрушечки. Укропчику. Так, укропчику. Вот столичка. Петрушечки. Я люблю много зелени. Вы любите, наверное, тоже много зелени? Я очень люблю зелени. Все, тогда что мы будем друг друга обманывать? Что мы будем мелочиться? Что будем мелочиться? Так. А вы в магазин ходите за продуктами? Я люблю рынок. На рынок ходите? А скажите, у вас же, наверное, все люди на рынке... А я люблю общаться на рынке. Радостно приветствуют криками. Криками. Девушка, посмотрите. Нет, вот это вот. Я, вы знаете, я на рынке люблю знакомиться прежде всего с санитарным врачом, который мне подсказывает, что нужно купить. А, то есть вы можете сказать, что прям, вы знаете, санитарных врачей главных рынков Москвы? Нет, ну, те, что поближе ко мне, поудобнее. Те, что поближе к вам, да? Прекрасно. Так. Можно ли класть орегано вот такой вот красненький? Давайте еще... Мне кажется, что он будет очень... Мне кажется, что он тоже не помешает там. Давайте вот... Это мы добавили, правильно? И вот это все? Да, это мы все добавили, это все мы перемешиваем. И пойдемте добавлять. Прямо сейчас. А запах-то какой? Смотрите. Так. Вот это... Не надо ли доливать немножко водички? Мне кажется, что нужно получить очень маленький огонек. Огонек мельчайший. И забыть об этом. Перемешать, наверное, зелень. Мы сейчас положили сверху, наверное, один разочек. И хочется, чтобы овощи... Ну, давайте попробуем сделать это аккуратно. Прошу вас. У вас это лучше? Нет, у вас это получится лучше, Лариса, не спорьте. Спасибо. Так, вы знаете что? Лариса, вы же были на последнем герое. Что вы там ели? Вы. Вы же не едите мясо. Сырую летучую мышь. Вяленую акулу. Что вы там ели? Я просто могу представить, как вы. Вы такое, как кажется, нежное, воздушное создание, как вы там, в джунглях. Я скажу, что я и рис до этого не ела, не очень любила, но там так полюбила, потому что это было единственное, на что можно было еще надеяться и рассчитывать. Вот, когда ты выбираешь между тарелкой валеного риса и жареным тарантулом, все-таки, наверное, склоняешься к рису. А что вы там попробовали самое экзотическое? Трепангов. Трепанги, если я не ошибаюсь, это морские огурцы. Это морские огурцы. Морские огурцы, это... Ну, это, в общем, вот эти вот. Ела я их в сыром виде, потому что, когда они... Они кричали? Ну, нет. Меня есть вербик! Нет, они соглашались. Мы соглашались, так. Ну, это очень вкусно, потому что... Правда? Да, но как только мы их обрабатывали, там, я не знаю, кипятком, они тут же становились очень жесткими. То есть их вкуснее есть сыры? Да. Трепанг? Да. Трепанг с каким-нибудь соусом. Ну, вот, это, пожалуй, самое экзотическое. Ну, и, конечно, еще, ну, менее экзотическое, это была тухлая рыба. Конкурс на поедание тухлой рыбы на скорость, ну, это было, конечно, ужасно. Как вот это можно вы... Это было жало. Ну, ладно, там эти, тем, кому нужны эфиры, но вы-то, человек, которого знает вся страна, но зачем вы тухлой рыбу-то? Я вам хочу сказать, что голос – это страшная вещь. Ну, там же всегда можно было сказать, все, я выхожу из игры и выйти, или нельзя? Нет, можно было сказать, но, знаете, вот, как ты заводишься, вот заводишься, вот вокруг тебя твои коллеги, твои друзья, товарищи, и вот они это всерьез, вот как-то вот так победить хотят. Сидят пять человек, едят тухлую рыбу, как не съесть? Нет, нет, они по очереди. На по очереди. Так, Лариса, давайте мы перейдем, мы еще что-то туда будем, соль перец еще, наверное, туда, да? Специи, лавровый лист, собачий свист. Что, вы заговорили стихами, лавровый лист, собачий свист? Эти стихи я давно не слышал, с удовольствием. Ой, посмотрите, что там происходит. Ой-ой-ой. Докладите, да. Я бы, наверное, даже и соли бы добавил, мы же не солили. А вы вообще много солите? Или вы, наверное, не соленые все едите? Вот в жару как-то хочется соль. Чтобы не пить? Да? Чтобы пить. Я не знаю. Говорят, что если ешь соль в жару, то меньше пьешь. Нет, неправильно. Кмеры, например, едят ананас с солью. Где? Ананас с солью, кмеры. А, ананас с солью? Да. Может быть, просто у них нет сахара или у них ананаса не те? Нет, но они, наверное, пробовали его и без соли, но они считают, что вот соль таким образом... Чуть-чуть эту соль туда внутрь, с вашего позволения, аккуратно, как вы умеете. А я пока буду делать вот так. Это перец? Это перец. Немного, но... Как красиво. Все. Вот так вот. Я думаю, что нужно замыть об этом ракатуе. Давайте мы... Сейчас, секунду. Там, все, чтобы у нас не пригорал. Вот. А знаете, сколько сока? Все нормально. Все, сок. Все. Закрываем. Может быть, еще меньше огонь сделать? А у вас не положено паузу? Пауза? Рекламная. Пожалуйста. Я-то... Мы бы за это время успели убрать, чтобы... Давайте только... Давайте сделаем... Смотрите, у нас с вами рекламная пауза. Вот зрители пускай смотрят. Ну, хорошо. Пускай. У вас реклама, товарищи. Вот считайте, что у вас такая реклама. Вы давно о ней мечтали, чтобы Вербицкая убиралась на кухню в момент рекламы. Все об этом мечтают. Давайте, привью. Вы тоже не любите. Дай, когда бардак на кухню. Так, договоритесь, к чему мы переходим сейчас. Это... Этот скромный обелиск. Так, к чему мы переходим дальше? Мы делаем десерт. Десерт. Прошу вас. Я предлагаю. Что нам нужно для этого? Коржи. Коржи. Конечно, их можно испечь, бисквитные коржи. И у меня был опыт. А вот я их вижу. Смотрите, какие у нас есть бисквитные коржи. Ну, прилично. Друзья, небольшая пауза, которая так необходима всем нам, ведь мы же любим рекламу. Лариса Вербицкая с бисквитными коржами чуть-чуть подождет нас всех на нашей кухне. А у нас рекламная пауза на Первом канале, после которой вернемся. Вы знаете, что Тимьян в переводе с армянского означает «Тимати приехал». На кудре милой головы я шаль зеленую надвинул. Я предвенерую Невы, кольцо любительское закинул. Дорогие друзья, Александр Сергеевич Пушкин. Смак на Первом канале. У нас я, как сегодня, Лариса Вербицкая. И мы отстали в покое на маленьком огне нашу ратату и хотим сделать вам небольшой сюрприз от Ларисы Вербицкой. А именно, мы, не будем скрывать, это покупные прекрасные бисквитные коржи. Великолепные. Великолепные. У меня был опыт, я выпекала коржи по собственному рецепту, бисквитные. И, собственно, готовила я торт к приходу своего будущего супруга. Это был его первый визит ко мне домой, знакомство с родителями. Вы готовы, Лариса? Да, я что-то такое, я, наверное, перестаралась. Потому что, когда я вытащила этот бисквит и стала его разрезать на коржи, он не развалился. Я была в отчаянии, но времени уже не оставалось. И я тогда вот эти вот остатки коржа, уже разломанного, смешала с кремом, который я тоже там готовила отдельно, с фруктами, орехами. И все это заморозила в морозильнике, получилось такое. Значит, что нам нужно? У нас покупные бисквитные коржи, которые продаются, слава богу, имею возможность их покупать и не тратить время на их приготовление. Но вот все остальное мы приготовим сами. Что нам для этого нужно? Нам нужна сметана, сахар. Сахар перед вами, сметана передо мной. Вот у нас сметана. Прошу вас. Сколько нам нужно сметаны? Ну, вот, пожалуй, вот этой сметаны нам будет и достаточно. Вот так. Так, мы берем сметану, перекладываем. Сметана какой-то специальной жирности? Ну, лучше, если эта сметана будет предварительно в холодильнике замороженная. Ну, можно не в морозилке, а просто, так сказать, охлажденная. Охлажденная, будем говорить так. Ну, она не очень жирная, вот я смотрю. Ну, пусть градус... Ну, пусть градус... У нас есть для этого... Все. Попробуем? У нас готовый крем. Мы сейчас смазываем коржи, пересыпаем это все фруктами, орехами. Кладем сверху, да? Перестилаем, да, коржами. Давайте, смотрите, что у меня... Какая мне разница, смотрите, какая есть вещь. Я правильно могу? Отлично. Вот так, да? Да. Давайте, вы накладывайте, а я буду аккуратно это вот так вот размазать. Да? Такой сметанный торт. Хватит, может быть, уже, нет? Достаточно, так. Ну, и пойдемте. Так, да. И вот мы начинаем... Ну, края нужно хорошо, чтобы... Да, чтобы не было сухости по краям. Ну, да. Так, 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 так. Чтобы одинаково сочить. Так. Вишня и таял во рту. А что, и вишню тоже мы вводим? И вишню. Вишню без косточек, с собственным соком. Угу. Она с косточками, с собственным соком. Так что... Тогда мы обойдемся... Обойдемся без вишни. Ну, ее. С ее собственным соком. Зато у нас есть... Орехи. Зато у нас есть, знаете, что? У вас есть клубника. У нас есть черника. Да вы что? Клубника-то ладно. А вот черника, по-моему, в самый раз у нас. Спасенные. Да? Конечно. И... И орехи, да? Угу. В чем, орехи могут быть и те и другие? Конечно. Ну, тогда вот это мы посыпаем. И там уже сверху посыпаем. Смотрите, 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 товарищи. Смотрите, как это происходит. Интересно. Так, 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 так. Немало ягод? Я волнуюсь. Может быть, больше? Давайте больше. Много, немало. Так, сверху не надо больше заливать нам этой жидкостью? Ну, можно. Сметана сахарной. Ну, потом не потекло, все. Пускай пропитывается. Все. Сверху кладем слой, да, следующий? Да. Так. Еще. Вот так вот, 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 так вот. Вот. Положили слой, накрыли, поехали. Давайте. Лариса, бывают ли какие-нибудь, ну, то есть то, что они бывают, это абсолютно точно, но мне кажется, что у программы «Доброе утро» есть своя специфика. Легенды у программы «Доброе утро» есть свои? Вот у нас с МАКи огромное количество легенд, а у вас есть свои легенды? Есть то, что пересказывают друг другу операторы, бывалые администраторы? Ой, такое великое множество, что каждая программа, она вообще предполагает… Все время какого-то… Да, можно такое сказать, послесловие, то, что было за кадром. И вы сами знаете, что ни один эфир не похож на предыдущий, они все разные. И подвоха можно ждать совершенно с любой стороны. Ну, я как-то уже с этим смирилась, и для меня это нормальное состояние. То есть вы ждете подвоха сегодня. А как в отличие к тому, что… Но вы-то, напомните, сколько вы уже ведете «Бодрое утро»? «Бодрое утро», «Доброе утро». Я такил в свое время «Бодрое утро» программу, тоже утреннее. Я однажды был ведущим утренней программы. Дело в том, что изначально эта программа была действительно, можно сказать, бодрой. Тогда ведущие этой программы делали зарядку в кадре. Они читали пункт Алиса Сергеевича Пушкина. Из кузницы-то вышло много людей. Андрей и Малахов Андрей. Накрываем? Ну да, пожалуй. Да? Или еще чуть-чуть? Малахов же, да, Андрей, был в «Добром утре?» Я помню. Веденеева. Да, не Веденеева. Огромное количество. Ведущий новостей. Новостей сколько? Что я все Малину-то ем? К чему бы это? Нет, ну к чему-то понятно. Хороша она, наверное. Хороша Малина. Накрываем? Поехали. Лариса, я прошу вас сделать. Вы это можете сделать только вы, пожалуйста. А я пока смотрю за рататуй. Как вы думаете? Как рататуй? Может быть, вы его попробуете? Так. Я думаю, что он готов. Если честно. Ну... Я его включаю, потому что... Потому что... Пахнет вкусно. Правда? Как он? Рататуй у нас, Лариса, на рога готов. Нечего нам друг другу врать. Так что мы сейчас сделаем вот этот вот торт. По-другому ее это называют даже. Это не пирог. Это, друзья, кстати, прекрасный летний торт, который можно делать и ставить его в холодильник. Толщину коржа убирайте себе сами. Ну, и финальный аккорд. Финальный аккорд. Накрываем. Да, я буду... Еще чуть-чуть. Не пропадать же добру, правда? Теперь мы, да, вот должны это сделать... Уже очень красиво. Красиво. Прошу вас. Выкладывайте. Да? Этот же корж мы тоже пропитываем. Вы рисуете картины? Я... Я знаю, что вы рисуете картины. Да. И расписываете стены собственного дома. Вы представляете? Я, если честно, я себе даже представить это не могу, потому что я не... Я сама вообще не ожидала... А что... Какие мотивы? Какое... Какое вдохновение? Какая тематика? Потому что я тоже расписывал стены, но не собственного дома, но в основном гаражей других домов. Вань, ну мне нравится что-то пробовать вот... Так это прекрасно. Как-то себя в неком другом качестве. Вы знаете... Так это замечательно. Просто мы об этом не знаем. Вы знаете, что огромное количество голливудских артистов, нами любимых, прекрасно рисуют, фотографируют, поют, вышивают, лепят. Ремонтируют обувь. Ремонтируют обувь, которую сами же и портят. И они плохо готовят. Нет, действительно... У них хороший аппетит, и потом они сидят на диетах. Так, друзья, я хочу, с вашего позволения, смотрите, сделать вот так. Вообще мы могли бы сейчас выложить слово, например, да, какое-нибудь. Лариса, ну мы же с вами люди... Воспитанные? Нет, нет. Мы люди, безусловно, воспитанные, но самое главное, мы будем реалистами. Слово мы уже не выложим, мы это забыли сделать. Поэтому, если не особенно вглядываться, то некоторые смогут прочитать слово здесь какое-нибудь. А мне нравилась такая детская игрушка, калейдоскоп. Да. Тогда поворачивай, там и стеклышек... И все время новые картины. И ничего не повторяется. У меня не было в калейдоскопе, я пивную бутылку с Мариной. И там тоже картина? Ну, через часа четыре ее начинает появляться. Смотрите, вот смотрите, мне кажется, надо усыпать просто. Усыпать просто. Усыпать наш. Ой, ну слушайте, ну и кто после этого нам что-нибудь скажет? Друзья, поаплодируйте, посмотрите, как получилось. Я предлагаю, вот этот торт, Лариса. Заморозить. Да, это нужно поставить в холодильник на сколько? Скажите, Лариса, пожалуйста. Ну, хотя бы на полчаса, на начале. Я думаю, что на часик-то лучше, да? Да, да, да. А можно на пару часиков. А если, а до завтра он постоит. Дорогая Лариса, я прошу вас. Хм, хочется сказать голосом Михалкова. Дорогая Лариса. Лариса, вы как по отчеству? Я Викторовна. Эх, Лариса Викторовна, ну давайте попробуем вашу тату. Я надеюсь, что вы тоже с удовольствием его попробовали. Я с удовольствием его попробую. Так, я хочу напомнить всем вам, как мы это готовили. Лук крупнопорезанный, обжаривается вместе с курицей на большом огне, прям в кастрюлю. После чего все овощи, которые есть в доме, нарезаются крупно и отправляются туда. Помидоры, зелень, цукини, баклажаны, оливки, черный лимон, лимон мы добавили в своем собственном соку, солица, перец, все по вкусу, друзья, получается дворянский рутатур. Лариса, ну а может быть, я туда положу? Ну что же, попробуем? По-моему, вкусно получилось. Но... С кислинкой. Ой, прекрасно. Дорога Лариса, но это только начало, а сюрприз от вас. Из морозильной камеры. Фантастика. Вот он, друзья. Мне самой нравится. Летний торт у нас Ларису. Лариса. Какая прелесть. Давайте вы. Может быть, вы? Да? Угу. Я маленький кусочек, Ларис, потому что я должен следить за своим весом. Так, сейчас я попробую это как-то так вот. Аккуратно. Аккуратненько, аккуратненько. Пожалуйста. Так, дорогая Лариса. Вилочкой попробуйте. Вилочкой. Вам, как оплоту стройности и красоты на отечественной телевидении, я даже... Пробовать не предлагаю. Пробовать не предлагаю. Вы же все равно откажетесь. Или нет? Нет, ну нет, не оправдаю. Я хочу, чтобы вы попробовали. Ну, дорогая Лариса. Ммм. Аккуратненько. Аккуратненько. От нашего спонсора. Фильтр для очистки воды Аквафор с уникальными волоконами Аквален, которые делают воду кристально чистой. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня была Лариса Вербицкая. Ваши аплодисменты, дорогая Лариса. Через секунду к вам вернусь. Продолжим беседовать, как коллеги по цеху. Друзья, а закончить наш сегодняшний альманах мне хотелось бы словами знаменитого украинского поэта Николы Брянского. «Взялся за корж, не говори, что не морж». Спасибо.